Ребята, привет! Вы с Аленой. Сегодня с вами говорим про пользу холодного душа. Прежде чем выключить это видео, вы же хотите получить пользу для здоровья. Послушайте тогда уже до конца. Это очень реально мощнейшая вещь, которая работает при панических атаках, сердечно-сосудистой истории, вегето-сосудистой истории, плохом лимфотоке. Господи, такое вам средство даю, чтобы вы сняли стресс прямо дома. Это очень крутая штука. Я сама пробовала и могу сказать, что рабочий момент. Если 14 дней принимать холодный душ, то укрепляется иммунная система. Происходит всплеск норадреналина. С помощью холодного душа можно также улучшить настроение. Это поможет победить депрессию, выйти из мрачного состояния. Холодный душ поможет в борьбе с лишними килограммами. Холодный душ улучшает чувствительность к инсулину. Представьте, у вас проблема с инсулинорезистентностью, падает сахар, вы идете, делаете ледяной душ, и это помогает. Холодный душ помогает при воспалении. Воспаление есть у всех. У кого-то серьезное, у кого-то нет. Если у вас в организме есть воспаление, то дальше будет идти аутоиммунное заболевание. Холодный душ может это все снять. Холодный душ расширяет антиоксидантные сети, уменьшает повреждения, и, соответственно, убирает плохие, ну, такие моменты в вашей нейронной системе. Нейронная защита. По всей видимости, холод стимулирует новый рост новых нейронов. Это круто. Дальше. Долголетие. Холодный душ, как и голодание, стимулирует аутофагию, и холодный душ ускоряет восстановление после тренировок. Например, для спортсменов, которым нужно быстрое восстановление, криотерапия – это то, что нужно. Дальше я могу сказать, что если вы чувствуете в организме какую-то связь, то холодный душ поможет вам выводить из тела лишние токсины. И также при внешнем воздействии холода тело нагревается и активизируется кровообращение. Это круто. Это помогает при бессоннице, при депрессии и при высоком уровне сахара. Если вы знаете, что криотерапия помогает даже при раковых состояниях, то понимаете, соответственно, и пользу душа. Каждый день нужно постепенно увеличивать дозу и, соответственно, работать над восстановлением. Если вы пробовали, напишите видео. Под видео я пробовала, у меня получалось, не получалось, что работало, что не работало, и как я себе помогал. Продолжение следует...